В этом году отметили важнейшую дату в истории страны – 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. В память об этом событии леверчане высадили каштановую аллею. Подробнее расскажем в нашем сюжете. На территории 51-й школы ребята посадили каштаны, которые сами вырастили семян, привезенных осенью с Волгоградской земли. Каждое дерево станет олицетворением памяти тех, кто отдавал свою жизнь за мирное небо. Мой прадедушка в 1942 году его отправили на обучение в 117-й полк. И потом через два месяца его отправили на войну. Он служил пехотинцам и их пострали за языком в немецкий консулагерь. Они взяли языка, на них потом высадил снайпер, моего дедушку уранили в живот. 80 лет Сталинградской битвы в феврале было, да? 2 февраля. Страна, весь мир отметил. И вот каштанчик, как свеча памяти. Как долгая-долгая память и благодарность. Да, дорогие мои? Да, да. Да здравствует победа. С Богом. Вместе со школьниками в акции приняли участие ветераны. Когда началась Великая Отечественная, Зинаиде Добычиной было всего 4 года. Но память о войне до сих пор тревожит ее душу. Мне дай бог это повторилось. Мы готовы все сделать, чтобы этого не было. И вся надежда на нашу молодежь, чтобы они не допустили этой страшной войны. Мы очень давно готовились к этой акции, чтобы каштаны посадить. Спасибо, что организовали, что имеем возможность мы посадить эти деревья на память. Дети должны помнить то, что происходило и ради чего, собственно говоря, были отданы жизни наших предков. Вот оно, наше будущее поколение. Ребята будут расти вместе с нашей аллеей. Вместе с нашей аллеей памяти. Это не первая акция, в которой участвуют ученики 51-й школы. На территории образовательного учреждения уже есть кленовая, липовая и березовая аллеи в память о героях Великой Отечественной войны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.